Смех и слезы, теплые объятия, истории о жизни и фотографии внуков в телефоне. Коридоры Самарской школы номер 132 на один вечер превратились в место встречи коллег, давних друзей, выпускников разных лет. Наталья Чухнева окончила эту школу в 2018 году. Здесь учился еще ее папа. После университета Наталья вновь вернулась в родную школу, теперь в роли учителя. С теплотой девушка рассказывает о своей учительнице математики. Благодаря ей Наталья нашла свое призвание. Ирина Владимировна Федорова вела у нас математику, скажем так, нас пинала, заставляла учиться. И вот мы доучились, доучилась до учителя. Она нас сильно не ругала. Мы всегда ее фразочками, всегда вот сейчас на уроках говорим иногда детям. Дети такие, вы же откуда-то эту фразу точно знаете. Мы говорим, да, у нас был хороший учитель. Ирина Владимировна, да, она у нас молодец была. Поздравить школу с юбилеем приехали и те, кто руководил ей в разные периоды. Лилия Галузина была директором с 2003 по 2014 год. По ее словам, каждый директор становится движущей силой, благодаря которой период расцвета в этой школе не заканчивается никогда. Сюда приятно возвращаться, признается Лилия Викторовна. Когда ты заходишь и дышишь этим воздухом, 132-й школы, он совершенно особенный. Он кружит голову, вспоминает столько хорошие. Поэтому мы сегодня так все обнимаемся, так все целуемся, немножко всплакиваем, утираем слезы. Ну это, конечно, слезы ностальгии, они нужны нам, наверное, для того, чтобы чувствовать себя людьми. На сегодняшний день в школе обучается 1400 детей. Школа имеет два корпуса. Начальные классы учатся отдельно. В этом году школа вошла в топ-20 учебных заведений региона по баллам на ЕГЭ. Два года назад 132-я стала опорной школой медуниверситета. Углубленное изучение естественно-научных предметов и современное оснащение кабинетов биологии и химии, оборудование медицинских кабинетов – то, чем гордится школа. В этом году 50-летний юбилей отмечает школьный музей. После реконструкции он вновь открыл двери для посетителей. Здесь история школьных достижений и биографии выдающихся учеников. Поздравить школу с юбилеем приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил роль школы в развитии детской дипломатии и поддержании дружбы между славянскими народами. 132-я школа много лет была таким центром славянской дружбы, объединяя учеников школы из разных стран славянского мира. И как мы сегодня понимаем, как же это важно. И важно, что эта связь в общем не утрачена. Не утрачена не только с нашим братским народом белорусским, но и с другими странами. И очень важно, что вот эта по-настоящему народная, где-то и детская дипломатия сегодня позволяет сохранять человеческие отношения между людьми разных государств. Со сцены поздравила гостей праздника и глава города Елена Лапушкина. С уверенностью говоря о том, что это одна из лучших школ городского округа Самара. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в стране, потому что видим прекрасный коллектив леденомышленников-педагогов. Потому что мы видим выдающихся выпускников. Хочу я пожелать школе, всем ученикам, всем сотрудникам, всем родителям движения вперед. Ставить новые цели, достигать новые высоты. После церемонии награждения педагогического состава за вклад в развитие образования торжественный вечер продолжился праздничным концертом. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.